В этот временный центр привозят военнопленных со всего изюмского направления. После досмотра и тщательного допроса принимается решение об их обмене или в случае неучастия в военной операции передачи их властям тех государств, откуда они прибыли. Вот в этих камерах нередко встречаются и граждане стран, участниц НАТО. Стивен Хобарт из США, Мичиган. История его запутанная. Говорит, в Изюм попал по любви еще в 2014 году. В момент начала спецоперации избранница застряла на Кипре, а он теперь у российских военных. Ненаемник и действия России всецело одобряет. Я думаю, Путин был прав. Лучшая защита, нападение, старая военная стратегия. Он должен был напасть. НАТО приближается близко к русской границе. Ему сказали, что до распада СССР НАТО не пойдут дальше на восток. Но они это сделали. Была одна статья в британском издании, которая говорила, что мы собираемся продать какое-то оружие Украине. И, конечно, это было как красный свет. Конечно, президент Путин должен был что-то сделать. Хобарт попросил передать спасибо за вкусный суп и сказал, что претензий к российским военным у него нет. А вот у них к властям его страны. Вопросы вполне обоснованные. Все, что я слышал, это поставки оружия на Украину, Англию и США. Они хотят войны, поэтому они поставляют оружие, так как война нужна для хорошего бизнеса. Для банкиров, для войны и промышленности война очень хороша для них. Они любят ее. Любой знает это. Вместе с Хобардом в камере украинский десантник заключил контракт с ВСУ еще в 2021 году. Неделю назад вместе с группой отправлялся на передовую. Но у мастера спорта по кикбоксингу что-то пошло не так. Отстал. Я вышел, заблудился чуть на вашей позиции. Вышли, меня встретили. Я думал, свои. Я говорю, не стреляйте свои, туда-сюда. Руки у меня были, весь мешок, рюкзак, баул, каремат в руках, баклая воды. До службы в ВСУ работал на Азовстале. Мариуполь для него родной город. Как всем известно, это место появления и базирования батальона Азов, экстремистского и запрещенного в России. Украинский сержант говорит, ничего плохого за членами полка не замечал. Исповедание фашизма, национал-социализма, фашизма. Я от них не видел, что они это исповедуют. Который подрёсывает со стороны, он будет националистом. У них власти, как она такая, как вам сказать, больше под трезуб. Ну, то есть, не нацистского характера. К слову, вот так выглядит шевром неонациста из Азова. Волчий крюк. Эмблема гитлеровской НСДАП. Позже подразделений СС. Да и не знать про зверство и идеологию полка, основанную на идеологии УПА, запрещенной в России, этот сержант вряд ли мог. Мне рассказывали про видео, что где-то кого-то сжигали, вроде как Азовцы. Я не видел. Ничего не слышал, как говорит этот вояк, и о чудовищной трагедии в Одессе 8 лет назад, когда неонацисты сожгли в Доме профсоюзов десятки мирных граждан. Где сожгли? В Одессе сожгли. Я вот честно, у меня на тот момент не было времени так глобально вникать. Уклончивые и даже трусливые ответы. И похоже, что в реальной ситуации на Украине больше этого военнопленного разбирается его американский сосед по камере. Как минимум, не боится говорить. Рассказывали интересные факты, как один русский солдат был окружен. Ему отрезали язык и его кастрировали. Вы знаете сами, кто это сделал? И еще я слышал историю про негритянку. Она была снайпером. Им пришлось убить ее, так как она была снайпером. Я узнал некоторые вещи, я понимаю из этих историй, что там происходит. Также там есть британские инструкторы, которые учат украинцев, как пользоваться оружием. И там есть американцы. Это то, что я слышал. Историю американца, который, по его словам, в небольшом изюме 8 лет преподавал онлайн английский язык японцам, тоже предстоит тщательно проверить. Его судьба и будущее украинского военнопленного будет решена после работы российских правоохранительных органов. Егор Григорьев, Олег Макаров, Александр Боткин. Вести. Зона специальной военной операции.